приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы сегодня у нас 30 апреля 2022 года идут сутки новолуния и вот эти стрессовые сутки солнечного затмения которые проходят в те в то время когда и луна находится в тельце и солнце в тельце и уран в тельце телец это ресурсы это наша земля это растение это семена это все то что дает нам жизнь поэтому прошу сегодня настроиться на спокойный мирный созидательный труд мыслей в первую очередь ну а если есть необходимость полейте сегодня растения подкормка только в экстренных случаях если это надо минимально и только органика и в минимальных размерах если же вы хотите сделать приятное для земли возьмите и пропалите свои грядки где сорняки только без сапки берегите сегодня землю сегодня ее день особый день день нового цикла земли самой земли и нашей жизни на земле стройте красивое свое будущее именно в это уникальное необычное время и все у вас будет замечательно великолепно мира вашему дому что ж а сегодня у нас обещанный агрогороскоп давайте рассмотрим все его разделы и познакомься познакомимся более более подробно с нашими задачами на дни которые мы сегодня будем рассматривать как всегда начинаем с агрогороскопа и так дни которые нас волнуют интересуют это дни с 3 по 7 мая 2022 года время киевское посмотрите внимательно у нас два чистые дня когда будет луна находиться это уже растущая луна в знаке стихии воздуха в знаке близнецы это будет вторник и среда близнецы покровительствуют цветам и некоторым лекарственным растениям а также клубники и горошку поэтому посевы в эти дни 3 и 4 мая очень хороши всех цветов уже то что вы сеете в открытый грунт ну а для северных регионов может кто-то сеет на рассаду пожалуйста тоже очень хорошее время сейте семена цветов на рассаду вьющиеся цветы высевайте высаживайте душистый горошек сейте а также горох горошек на грядке уже пора посеять от семена клубники если кто-то земляники не посеял сейте а также семена валерьяны вот это два дня важные для таких посевов для работы с рассадой в дни близнецов нет времени запрещено рассада получается очень слабая корневая система тоже слабая и растение неустойчивая для различных ситуаций неблагоприятных ситуаций с температурами и естественно заболеваниями и вредителями вот для цветов что интересно цветы у нас связаны с посевами да вот что можно делать с цветами можно снова же сеять семена цветов на рассаду а также в грунт это актуально то же самое что у нас и в этом первом разделе потому что это у нас знак близнецы и покровитель цветов для комнатных цветов растений актуальна защита от вредителей и болезни открываются окошки и сюда летят и тля и белокрылка и так далее так что лучше профилактика работайте профилактически биопрепаратами настоями трав поливы в дни стихии воздуха нельзя проводить гниют корни растения постепенно погибают но естественно без поливов не проводим подкормки для сада уже закончился период обрезки начинается период вот только мы можем защищать свои растения от вредителей и болезней а их у нас уже очень много особенно на юге зеленые операции можно проводить еще вот эти два дня в знаке стихии воздуха еще вот это нормально все получается эта работа заготовки прекрасно получаются вот квашение не рекомендуется а настойки да очень хорошо можно даже из свежих различных лекарственных трав и и очень хорошо получится рыбалка отменяется по-прежнему сбор лекарственных растений очень даже хорошо ну а для комнатных растений комнатные овощи те которые у нас выращивают многие на балконе на окошке для них актуально тоже защита от вредителей и болезней не ждите когда растения атакуют вредители или болезни идем дальше а дальше у нас вот смотрите вот вот два чистых дня когда можно будет заниматься полностью в раке посевами и здесь у нас до 13 часов 7 мая до 13 часов мы можем эти посевы делать так как растений очень много поэтому я их пишу вот в таком порядке начиная с 5 6 и 7 завершаю это количество тех семян которые можно посеять и что можно посеять растущая луна супер знак рак можно сеять после трех часов ночи ну а лучше к солнышко когда взойдет 7 семена огурцов кабачков бахчевых культур тыквы томатов это кстати для открытого грунта тоже очень хорошо семена кукурузы сахарной подсолнечника зеленых культур перца горького и сладкого вот это меня попросили баклажаны перцы для второго оборота вот это очень хороший тоже период 5 6 это вам ответ на ваши вопросы ну и очень хорошо также вот в этот период в знаке рак сеять также семена патиссонов и других вершков в том числе и цветов мы уже говорили о том что в близнецах здесь если не посеяли здесь очень хорошо и посеять семена цветов видите очень такой сильный сильные вот эти дни большой период для посевов используйте их распределите время и используйте во благо растений своих с рассадой наконец-то можно уже работать вот с 5 мая в 3 часов ночи и вот до 7 мая включительно до 13 часов 30 минут пожалуйста пикировка перевалка пересадка все что вам нужно делать с рассадой высаживайте рассаду в открытый грунт в теплице там где тепло в открытый грунт все это можно делать и это будет очень хорошо для растений кстати вот цветы то же самое эти виды работ можно делать можно и пикировку пересадку перевалку посадку делать ну и для цветов актуально полив и подкормочка и они как-то у нас вот эти растения цветы обычно комнатные ну и то что мы уже высаживаем для них одинаковые виды работ для комнатных цветов можно перевалку сделать полив и подкормочку и это вот можно сделать 5 6 7 завершить это все до 13 часов 30 минут это будет очень хорошо и эффективно вот эти виды работ для наших растений и цветов и до комнатных растений поливы прекрасно в это время у нас получаются они наиболее эффективны в знаки стихии воды единственное что вот здесь постарайтесь полив провести даже можете до 14 30 потому что переход в следующий знак у нас стихии огня лев и в оливье просто растение не воспринимают вообще воду поэтому даже если перельете будет все нормально растение не будет болеть так как это происходит перед знаком стихии воздуха и знак стихии воздуха всегда проблемы здесь проблем нет но снова же старайтесь чуть чуть раньше завершить поливы да и подкормочки очень хороши здесь в знаке рак очень хорошо органическими различными удобрениями подкармливать растения но и если вы минеральными будете удобрениями пользоваться то чуть чуть уменьшайте дозу чем по инструкции щадите свои растения ну а завершить эти подкормки нужно утром утром 7 потому что далее знак стихии огня в знаке стихии огня мы не подкармливаем наше растение минеральными удобрениями только рано утром можно это сделать но лучше все-таки органика в саду очень актуальны поливы особенно там где дождей нету даже если были дожди внимательно раскопайте землю посмотрите земля сухая мало влаги а растениям сейчас очень надо цветут завязывают плоды нужна вода проводите пожалуйста поливы естественно можно прививки и подкормки и еще очень хорошо защитные мероприятия в саду проводить от вредителей и от болезней все вот кстати вот эти работы можно проводить 5 6 в саду и 7 до 13 часов вот прививки и поливы зеленые операции все уже мы не проводим начинается очень интенсивный поток всех питательных веществ и воды по растениям поэтому отменяется заготовки не проводим в рыбах это очень плохий период неприятный запах и будут вот эти все заготовки взрывают и некачественные естественно некрасивые невкусные перевод продукции квашение тоже не делаем настойки тоже в знаке рак не делаем хотя там вечером лим но еще энергии будут накладываться лучше в этот день ничего не делать с настоек рыбалка отменяется сбор лекарственных растений тоже ни в коем случае знак стихии воды и даже вот здесь казалось бы вечером обычно не никто не собирает лекарственные растения потому что все сборы очень хороши рано утром на солнышке и до 12 до часу дня ну а для комнатных растений 5 6 и 7 но 7 до 13 часов вот это что важно поливы и подкормки это важно сделать до 13 часов 7 мая двигаемся далее следующая рубрика луна для дома и для здоровья с 3 по 7 мая 2022 года снова же во вторник и в среду когда луна будет знаки близнецы это 3 и 4 мая спичкой так как у нас кстати еще продолжаются холода и в северных регионах средняя полоса да даже у нас на юге многие еще просят давать эту информацию о том что как растапливать когда лучше растапливать камин для того чтобы согреть дом и согреться самому смотрите в близнецах очень хорошо будет у вас гореть дрова и вот не будет дыма аккуратненько всегда надо делать для теста это очень хороший период все будет нормально для рукоделия это неподходящее время а вот то что ожидали у нас было солнечное затмение был тяжелый период такой что нельзя было работать с ножницами по наших волосах по ногтях поэтому вот смотрите 3 и 5 обратите внимание это очень хорошие дни потому что дальше у нас будет перерыв поэтому стрижка волос 3 и 4 мая прекрасно пройдет стрижка ногтей тоже покраска волос тоже хорошо но все-таки я вас направляю к органике берегите свои волосы свое здоровье мыть волосы в это время очень хорошо а вот в уход за кожей в знаке стихии воздуха лучше не заниматься и не создавать вот эти новые очень интересные вы создаете питательные кремы они просто не воспринимаются клеточками нашего тела кожи нашей потому что это время дыхания очистка кожи у нас уже этот период на растущей луне идет полностью до момента полнолуния до момента когда пройдут сутки с момента полнолуния но вот мы все время все время об этом напоминаем ремонт 3 и 4 мая прекрасно качество получится проветривание вещей при хорошей погоде солнышки пожалуйста очень хорошо будет и пахнуть будет очень приятно вот стирку не рекомендую сколько я если это не грязное белье так освежить то можно а если вы хотите грязное белье стирать то качество будет не очень хорошее поэтому перенесите мы сейчас об этом скажем когда можно будет сделать буквально буквально четверг надо дотянуться до четверга там все сделаем уборку можно делать текущую начало инкубации нет мы в этом месяце ждем уже выход цыплят но чуть позже мы будем говорить о том когда можно будет закладывать следующие яйца на инкубацию теперь рассмотрим вот этот период вот здесь у нас 5 и 6 одинаково все поэтому мы рассмотрим сначала эти дни а затем 7 мая и так 5 6 мая в знаке рак будьте внимательны будут дыметь и если печку топить и камин растапливать поэтому потихонечку по чуть-чуть даже когда топилась часто еще и печка и камин все равно может быть возврат дыма в дом тесто в это время пишу два слова не все понимают что такое ведет и не все понимают что такое плывет это время когда много это стихия воды и получается что нужно уменьшать количество воды оно плывет не растягивается ведет само по себе как то вот это тесто живет и лучше он по рецепту не получается по рецепту получается что оно такое жидкое все время добавлять муки надо поэтому знайте что вот такой период с тестом можно пропустить эти дни или же использовать добавку сюда больше муки или меньше жидкости и вот пожалуйста рукоделие тоже нам не подходит это время и те дни которые я говорила которые нельзя снова же пропускаем для того чтобы стричь волосы не стригите в раке волосы не стригите ногти покраска волос вообще никаким ни органикой никакими красками и мыть волосы тоже не рекомендуется зато уже можно заняться уходом за кожей если вы сделали какую-то масочку в это время клеточки воспринимают очень благодатно вот эти все питательные вещества очистка кожи по-прежнему мы не не работаем с этим делом не занимаемся ремонт ни в коем случае качество отвратительное проветривание вещей приведет к тому что наберется запахов и влаги и вот этот момент когда можно заняться генеральной стиркой и генеральной уборкой вот это чистая энергия до четверг и пятница но у нас кусочек времени еще будет субботу мы сейчас об этом поговорим и итак у нас остается инкубация вот этот раздел мы не используем потому что у нас уже будет в середине месяца выход молодняка ожидаем вот это важные важный приход птицы и так смотрим теперь субботу суббота если кто работает то естественно ждут этого дня смотрите как этот день разделился он разделился на часть энергии будет в знаке рака до 14.50 1 минута и затем будет энергии льва поэтому дым может вообще целый день будет быть с тестом тоже до 15 часов могут быть проблемы затем у нас наоборот проблема уже сухого теста быстро сохнет тоже вот нужно будет вот этот момент себе где-то сделать заметочку и знать об этом рукоделие вот с 15 часов после 15 часов пожалуйста во льве творческое время наступает очень хорошо все получится творческие идеи прекрасной приходят стирка стрижка волос смотрите в раке нельзя до 15 часов ничего не делаете с волосами с ногтями вот после 15 часов можно всем этим уже заниматься и стричь волосы стричь ногти ближе к вечеру красить волосы можно снова же покраска волос во льве только органикой но тоже с 15 часов мыть волосы тоже после 15 часов и уход за кожей у нас до 15 часов а уже вечером в знаке стихии огня клеточки не будут воспринимать вот эти наши питательные масочки очистку кожи поэтому не проводим у нас еще этот период очисткой кожи идет далее у нас растущая луна ремонт не проводим энергии будут накладываться еще рак налев поэтому качество будет страдать проветривающие тоже так как в основном у нас световой день будет задействована в знаке стихии воды а вот стирка качественная будет только до 13 часов суббота можете вот это себе уже запланировать если вы работаете суббота выходной и уборку тоже проведите генеральный до 13 часов для инкубации пока у нас времени еще нет луна для здоровья рассмотрим сначала 3 и 4 мая когда луна будет находиться в знаке близнецы в это время в знаке близнецы уязвимы легкие плевра бронхи трахея плечи предплечье кисти рук запястья локтевые суставы вегетативная нервная и дыхательная системы будьте внимательны в это время возможно аллергия на лекарства 3 и 4 мая нельзя будет проводить операции на грудной клетке на дыхательных путях на легких на бронхах на трахеи и языке в это время наблюдаются такие обострения заболевания орви астмы ларингитов пневмонии плевриты щитовидной и белочковой желез не допускайте в это время переохлаждения казалось бы уже бывают теплые дни но этот холодный ветерок поэтому пожалуйста одевайтесь и не перетруждайтесь для того чтобы не переохладиться и не простыть но и старайтесь не посещать массовые скопления людей 5 6 мая и 7 мая практически почти весь день это будет время луны в знаке рак а в это время уязвимы по-прежнему грудная клетка еще уязвима а также такие вот органы важные уже печень желчный пузырь желудок двенадцатиперстная кишка поджелудочная железа пищевод нервная пищеварительная система ну и в это время также практически вся неделя у нас могут быть простуды а также возможны обострения астмы ларингит пневмония заболевания щитовидной и белочковой желез а также может беспокоить в это время ревма с 5 по 7 мая когда луна будет знаки рак нельзя проводить операции на органах дыхания а также на грудной области на желудке на печени на пищеводе на поджелудочной железе и внутренних репродуктивных органах обостряются в это время астма трахеид пневмония а также гастриты дают о себе знать язва желудка диабет изжога по-прежнему не допускайте переохлаждение и также в это время опасно голодание на растущей луне в знаке рак благоприятное лечение артритов артрозов радикулитов суставов желчного пузыря межпозвонковых грыж зубов костей и в это время эффективно заживление переломов и буквально немного информации о питании в дни нахождения луны в знаке рак с 5 по 7 в это время нельзя использовать молочные продукты для питания сырые овощи холодная еда холодные напитки они очень опасны для наших органов и естественно для нашего здоровья но и не допускаете агрессию в это время и перепады настроения они очень влияют на общее состояние организма а то что у вас есть что по возможности ваши заготовки все остальное используйте готовьте и все используйте во благо здоровья вот и подошел к завершению наш сегодняшний выпуск авторы канала раиса горяченко александр волик по-прежнему шлют вам свет божественной любви каждому сердцу абсолютно каждому сердцу на этой прекрасной земле и те кто нас слушают смотрят и тем кто даже не подозревает о том что мы существуем земле в этот день 30 апреля а также завтра 1 мая постарайтесь тоже посылать этот свет божественной любви в ее сердце у нее есть сердце посылайте вот это состояние света божественной любви состояние мира гармонии счастья и радости этим мы ускоряем приход вот этого прекрасного мирного счастливого будущего мы прощаемся с вами всего-навсего до следующего видео пока 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 пока